так сейчас у нас 11 августа в 10-15 я вышла из дома вместе с великом без 12 минут 11 я была уже на месте смысле на повороте сюда я бы выбрала еще треть куста там еще треть остается внезапно очень большой куст у меня вот это вот маленькая половина пол литровая бутылочка еще голубой контейнер голубой крышкой от купада я потом покажу тоже но тот которым был как он там блин кипрей сушеный короче говоря вот сейчас стою напротив тут можно сказать ферма была ну вот с одной стороны если смотреть непредвзятым взглядом человеку который вообще как бы не в курсе не в теме вот ну ничего необычного но здесь крапива вот этот кусочек это крапива и я еще постараюсь потом записать еще в каком-нибудь месте просто для сравнения может быть даже не сегодня завтра но на днях доеду с камерой и включу ее надеюсь удачно не будут уже никакого дождя до бывшей деревне также ее звать там до прямиком этом тоже как раз у была фирма и там немножко подлиннее тут может быть какая-то небольшая была там как-то на протяжении может здесь она как-то несколько иначе было короче я сегодня без экшн камеры цели направлены в пусту внезапно здесь словилась сеть хотя в принципе это поле тут до деревень очень ну прилично короче если допустим на повороте на степаново в этом году сеть практически не ловится еще хуже чем у нас по большей части в деревне вообще поле и другой берег непонятно как вот тут разделяется поля то ли это длинное такое поле то ли она где-то там пересекается внизу речкой пухший на следующий уже берег видно то ли это такое поле в общем очень большое такое расстояние от цивилизации можно сказать по большей части со всех сторон кроме вот спереди там вот может километрики степанова как раз начинается тут внезапно есть сеть у меня немного загрузились даже не то чтобы видео посмотреть конечно не посмотреть но какие-то картинки фотки что-то загрузилась я узнала очередное новое интересное и это надо знать мое терпение что за два года вот я рискнула согласилась пришла к мысли что надо уже сделать или видео или стрим не решила что все-таки формате конференции то бишь формате стрима сделать объявление насчет моих в кавычках отношений этой дружбы фейховой эффективной внезапно вдруг возобновившийся без моего ведома с этой девочкой из ярославля которая меня уже вот честно она настолько меня достала что меня уже спокойствие удало что мне даже на грани пофига но я понимаю что-то в принципе как бы не очень хорошо на моего канала адекватные люди знавшие изначальную историю понимают что кто она что она из себя представляет они адекватные люди от них мало но они много шума доставляют плюс те которые новые подписчики могут не понять тему и я конечно с одной стороны мне фиолетово как меня воспримут люди потому что адекватные люди все равно поймут суть а с другой стороны тоже как бы лишнего негатива неохота все это читать и вычитывать и я знаю что скорее всего будет какое-то время небольшой срач возможно именно это вот меня ждет человек уже последние два года но вот так это тяжко что-то такое делать выставлять желаемое за действительное выдавать то что как бы не дарилась а что-то там действительно дарилась а что-то там не дарилась а что-то было такое что нравилось мне но узнаете вот если вам говорят то ну ты не это не носишь тебя но не нужно я возможно сама виновата когда случайно у меня так получилось что с какого-то лайка ее меня в инстаграме ткнулась пальцем получилось что ну в общем оказалось на ее странице просто глянуть чем человек сейчас живет но в надежде что у человека все хорошо и человеку не хочется делать пока был у нее какой-то кадр я случайно ткнулась пальцем у меня получилось что сердечко поставилась и как бы отменять его все равно вроде приходит уведомление что поставили сердечко да там я не знаю как в инстаграме не особо часто им в этом плане пользуюсь как бы не очень загоняюсь на эти темы как там и что просто рассмотрела фотку и там действительно такой довольный жизненный человек но в моих бусах но она нигде не понималась в момент как мы перестали с ней общаться по ее инициативе что вот это мое это я ей дарила это мое это я ей дарила это мое она у меня выбросила или еще что-то и я и написала надо же ну что-то ты в моих бусах они тебе идут но там действительно очень хороший образ был на фоне слева подсолнух или что-то в этом роде какой-то цветок а как-то но все гармонично складывалось я помню эти бусы у меня долго висели на одной из обезьянок на ковре еще моей комнате в квартире на механке это были бузов подарок приходили от не фроши точно такие же у меня приходили потом в подарок я дарила кому-то из того их тогдашних подруг давно еще было этим бутам лет десять наверх ну конечно не больше 2011 занималась и фраше ну десять летом точно где-то может лет семь максимум минимум максимум лет десять мне просто была интересная реакция как она удалит мой комментарий что вот я пишу что это мои мои были в кавычках бусы или она что-то но она внезапно отреагировал очень нормально что типа да нашу спасибо и на этом все был момент что как бы я подумал когда мне сообщили про это что-то связано именно с этого что ноги растут из этой лакомента под фоткой но это не каких-то эмоций или еще что-то не несло ну как бы с одной стороны проверка связь посмотреть как человека среагировать то что будет с другой стороны но вежливая тактичность вежливость уровня бог и никакой там дружбы и знаете если вы кому-то комментируете а вас потом воспринимают как вы предложили дружбу это уже не знаю кем надо пить еще надо пить курить и как это вообще же не воспринимать мне просто это тупо неприятно что вот за меня меня женили из без мои слова какие-то действий по-другому совершенно криво трактуют выставляют желаемое за действительное что за счет меня снова пытается пропиарить свой блок который мне в принципе не интересен у меня свой блок и своя жизни мне давно уже как бы не интересен сам человек когда она отвалилась было уже что-то такое ну как говорит одна моя подруга мусор сам себя вынес другой стороны как бы ну отвалилась и отвалилась и ладно расправил плечи пошел дальше ну и в общем я тут когда стояла с телефоном отписывала то ли лёльки из тюменя то ли горбушкину из карелии то ли вообще своему приятелю в телеграмм внезапно тут и телеграмм отправились сообщения которые вчера еще не отправлялись еще как-то так я еще вчера умудрилась ловить немножко связи сети у сарайки с пчелиной но там в итоге просто сеть уже была вот именно как позвонить интернетной сети не было я стою вот здесь вот в этих местах шорох мне так стрёмно стало я понимаю что тут как бы максимум животное может быть или зайчик или зайчик ну как бы некому ну лось вот в эту траву не не спрячется кабанов медведей тут естественно нет но они не такого размера и она меня напугала я его немножко напугала еще был момент что как бы выйти там у меня в руках телефон пока я камеру там включая она убежит на видеокамеру хотелось бы заснять но в общем я тут уже слышал то может еще мышка какая потому что кто-то пищал по типу как мышка как допустим пишет мышка когда мой кот ее схватил тут просто пищало что-то вот уже с этой стороны мне несколько ягод я собирала но несколько веточек двери три веточки просто вот так упали вроде в руке держишь они мимо но будем считать что-то мышка покушает но в общем животное тут так и не вышло но в начале лета когда я здесь приезжала первый раз была чисто вот доезжала до этого места еще не заметила этот куст он так и замаскировался на рождал когда все ягодки созреют чтобы меня попущивать кстати некоторые ягоды настолько уже перезрели что чувствуется аскорбиновая кислота вот в чистом виде как допустим вот подобный вкус у виноградного сахара или когда он переели ну бывает такое не знаю как у вас у меня иногда схапаешь сразу штук шесть-семь этих белых таблеток аскорбиновой кислоты из аптеки такие вот по десять штучек бывает иногда еще ваше они встречаются уже чувствую что-то аскорбинку как оскорбинка вот тут точно также вот очень перенасыщены этой аскорбиновой кислотой ну и в общем зайчик не так больше тут никто не вылез может он туда дальше куда-то пошел в ту степь тут уже как бы вчера у нас была гроза два раза плюс еще дождь тут тоже было несколько мокрое пока я ехала трава еще мокрая была ну как бы еще раз чувствовалось я потом заряжу экшн камеру завтра планирую в прилуке но если мне конечно ранее не приедет пока не планировали тоже приехать к пчелам соответственно и если не но не уедут прилуке то даже если уеду короче в четверг и сюда планирую приехать им поставлю экшн камеру привезла крепление надо будет еще с собой зарядить заранее аккумулятор потому что на телефоне мне зарядки где-то там 37 чем-то процентов осталось а я тут внезапно вот ловила интернет так посмотрела до 5 10 и вот впервые за два года оставила человеку комментарий не знаете там будет но мне прикольно что я вот тут деревня человек запретил писать ей вконтакте то ли у нее закрыт ну короче у нее там как бы закрыта страница там только можно друзья постучаться зачем она мне в друзья почему такой человек друзья вообще у меня список друзей идеально почищены давно уже как бы там или коллеги по скандрейту или родственник или действительно чисто которая просто друзья друзья коллеги я к тому что я думала сначала ей написать а потом она наверняка проигнорила бы мой запрос на эту тему зачем она пишет ролик говорит то чего не было когда вставляет желаемое это действительно я просто впервые за два года отписала комментарий в ответ на камень там липовой такой страничке марикей марикей или как там и может конечно не липово они как бы не пойман не вор мы же за руку и не ловили даже если она признавалась это там не в других личных переписках да но человек сам выходил на контакты выходил на контакт серии как бы меня погнобить эмоция эмоционально морально так вот надавить на меня как это раньше было раньше у меня и жизнь другая была и я не могла жить пол полную жизнь полная так как мне хочется и на меня тогда еще под действовал как говорил мой приятель тогда у меня самомнение из-под принтуса выглядывает именно та ситуация была и на меня еще как-то влияло это я как бы не мне было неприятно я не хотела конфликтовать и в итоге соглашалась делать так как человек хочет либо же не соглашалась но человек трактовал моё несогласие именно как согласие вот допустим ситуация с очень красивыми сережками с медицинской стали и бирюзой которые мне самой очень нравились один единственный раз их надевала и я не очень ну не то чтобы не очень я не хотела их никому отдавать но видимо мое мне они нравятся воспринималась тогда именно как вот вела как бы знаете когда вот человек что-то просит а вы ему отказываете и думаете что ваш отказ подействовал ну как бы мне это нравится мне это тоже нравится я не хочу никому это отдавать но мне нравится оно мое а человек воспринимает это совсем по-другому не просто было мою жизнь очень ну не то чтобы много но приличное количество разных людей одна женщина как-то пришла ко мне сделать через моих знакомых хороших друзей с их подачи пришла ко мне починить компьютер и починила компьютер она увидела у меня духи и увидела чай пуэр и обчистила меня так где-то тысяч на пять в общей сумме когда говорите знаете человеку у вас такая штука красиво да она мне нравится да это моя любимая вещь и рук это твоя любимая вещь и вы не находите после угода этого человека не сразу замечаете но понимаете что кроме этого человека никто не мог унести я и человек даже не раскаялся не извинился ничего это было в порядке вещей тут точно так же когда вдруг понимаешь что некоторых вещей нет а потом эти вещи выставляются как будто бы я сама чуть ли не силком впихнула типа на она возьми да я тебе дарю ну даже если не дарю возьми возьми себе что-то действительно было в подарок а что-то действительно ушло само мне это было очень неприятно тогда мне было неприятно когда я узнала из сообщения что меня сделали вдруг подруга и то что было три года назад выдают за подарок недавний но это что это было из-под тишка и вообще вот вся эта ситуация затянувшаяся но это что сам человек как бы еще и когда общались вел себя несколько дву лично теперь много потом для меня открылась а теперь вот просто уже как бы если иными путями точку не поставить то видимо придется это озвучивать в виде стрима куда можно будет потом при возникании вопросов людей послать узнаете есть такой стрим гляньте в общем так вот я тут у куста по кругу хожу но тут животное больше ко мне не вышло сейчас поеду домой вот то место куда человек свозил растительный мусор на тережке как я тут на днях увидела я сейчас на велике и как бы его не поставить ну в принципе можно поставить и поближе но честно я очень хочу хищенестер поняла это у меня есть еще один огурчик но я уже хочу есть конкретно так и не огурчик я бы хлебушка кусочек села но с собой нет уже кусочка хлебушка было два маленьких я их съела еще раньше и до этого еще огурчик было у меня два огурчика до кусочка хлебушка он тут малина но она как бы я на ягод на ней не наветил молодая наверное тут прямо так вот практически дорога на степаново отсюда я поехал домой солнышко высло до этого было прохладно я поехал поэтому брюках своих спортивных вместо шорт джинсовых ну и с одной стороны на телефон разрешают с другой стороны так есть хочу я тут уже три с лишним но вообще как бы в 10-15 где-то я уже выехала из дома без 10 12 без 11 11 я была тут и сейчас практически два часа 12 час два 12 сейчас два да я тут с 11 до 12 сейчас сейчас до 2 3 часа я тут уже вот честно еще мне еще полчаса ехать он полчаса примерно тратится на дорогу отсюда до дома но я хочу в этот раз поехать уже раз подсохла мимо дядь бури как раньше ездили это несколько минут сократит минут 10 то точно ну и сколько-то там в меньше километ меньше меньше метров крутить педали просто поближе к дому но может если вдруг забуду то проеду уже как через раню хотя хотелось бы все же скосить угол напрямую в дому и как бы побыстрее покушать согреть я там вот наверно уже соскучал он на улице надеюсь ему никакие соседские дурацкие коты наглые хулиганисты не приходили потому что сел на улица дом запятым даже спрятаться за нигде он глупость дальше сдать не может только шипит